Уважаемые подписчики, Сергей Аллеев, город Малины, рад приветствовать вас на нашем канале, как наших постоянных зрителей, так и гостей нашего канала. Надеюсь, в будущем вы подпишетесь. Сегодня у нас конец апреля 2023 года и хотели бы сегодня поговорить о таких вредителях, как личинка майского жука, он же хрущ. Сейчас наступает период его жирования, он поднимается на поверхность и начинает достаточно сильно портить людям жизнь, малинникам, малиноводам, клубничникам и другим ягодникам. Кстати, такой вредитель, который не призвует и молодыми посадками деревьев, многие яблони подгрызают, груши и так далее. У нас, мы сейчас находимся на плантации, там где, на кусочке нашей плантации, там где раньше мы снимали ролик, как мы боремся с пырьем и посадка малины в пырье. Насколько вы можете посмотреть, у нас под ногами пырья практически нет, хотя вот рядышком, там где у нас не засыпано, пырей как процветал, так и процветает. Но, у нас на плантации, на этом участке посажено на сортоиспытание сорт делнива и у нас потери. У нас нет выхода молодой поросли. С чего мы можем сделать вывод на 99%, скорее всего, его съел хрущ. Какие есть методы борьбы с этим вредителем на сегодняшний день? Существуют два вида разновидностей инсектицидов грунтовых. Первый препарат это препарат антихрущ, который имеет хорошие отзывы, достаточно положительные. Но мы в своей практике ни разу им не пользовались, поэтому ничего про него говорить не буду. Из химически синтезированных инсектицидов мы пользовались актарой. Некоторые называют ее актарой. Это химически синтезированный инсектицид, который в основном используют для опрыскивания, но его можно использовать в том числе и как грунтовой инсектицид. Он делается в раствор 0,02%, это 2 грамма на 10 литров воды и проливается по литру под каждую кущу. На каком-то этапе мы забросили это дело, пользовались им несколько раз, и то только там, где надо было применять экстренные методы, как вот здесь, желательно здесь это пролить будет этим препаратом, дабы попробовать или реанимировать, или хотя бы убить этого вредителя. Актора также является, как ни странно, несистемным корнеобразователем. Это такая побочная приятная особенность, которая на молодых посадках имеет достаточно неплохой дополнительный бонус, приятный. Из неприятного. Эти грунтовые инсектициды имеют достаточно длительный период ожидания. То есть, после того, как вы акторой прольете малину, то ягоду есть нельзя будет на протяжении 60 дней. Если для малины, для ремонтантной, это еще не проблема, то если вы ее используете, например, этот препарат на клубнике, или на черешне, где она уже цветет полным ходом, то такую ягоду есть нельзя. Что же делать в этом случае? Какие есть другие альтернативные методы? Кстати, у антихрущ тоже период ожидания, тоже 60 дней. Поэтому будьте внимательны. Когда пользуетесь теми или иными препаратами, обязательно читайте инструкцию по его использованию, желательно на сайтах производителей. Актора это там сингем-то производит, а антихрущ не помню, найдете в интернете, кому интересно. Вторая категория – это биологические инсектициды. Актициды на основе в основном двух разновидностей микроорганизмов. Это грибы, это метеризиум и второй гриб баверин. По правильному, по латыни, не назову. Но на основании этих двух грибов существует достаточно большое разнообразие препаратов. В основном они называются метеризин и баверин. Они производятся в Украине многими производителями. Но здесь есть особенность. Эти препараты биологические. Поэтому у них достаточно жесткий температурный режим. И эти препараты надо покупать из холодильников, перевозить до плантации в переносных холодильниках. И, соответственно, нельзя долго хранить. Поэтому выкупили, и тут же надо будет использовать. Метеризин имеет более быстрые действия. Он начинает работать через три недели. Баверин работает через три недели. Существуют комплексные иногда препараты, которые содержат в себе и метеризиум, и баверин. Существуют еще препараты не просто биологические, а препараты, которые состоят уже из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Есть такой препарат Бизар. Мы думали его в этом году приобрести. Но на сегодняшний день мы столкнулись с тем, что там оказывается тоже срок ожидания на секундочку для биологического препарата 50 дней. Для нас это было неожиданно. Поэтому мы отказались. Говорят, препарат прекраснейший. Он не дешевый. Он вроде как биологический. Вроде на 10 дней меньше, чем та же октора. Но с другой стороны тоже достаточно большой период действия. В своей практике мы использовали метавайт. Это компания БТУ Центр. Когда мы садили клубнику, мы пользовались метавайтом. Метавайт он в жидкой форме продается. Прекрасно растворяется в воде. Заявленный период начала действия 7 дней. Второй препарат, который мы использовали, это энтоцит. Энтоцит мы раньше покупали в эпицентре в маленьких 100-граммовых баночках. В этом году мы купили уже большой пакет. Как оказалось, в этом есть большая экономическая целесообразная. Но этот препарат, энтоцит, он не вносится в рекомендуем. Его смешивают с песком или торфом и разбрасывают. Надо помнить, что грибок биологически активный, начиная с плюс 5. Поэтому, когда у вас почва прогрелась до плюс 5, вполне рекомендуем его смешивать с песком или торфом и разбрасывать по участку. Если же у вас капельный полив, то я бы рекомендовал или метавайт, которым мы пользовались. Ну, в силу того, что у нас нет капельного полива, поэтому метавайт мы в этом году не брали. Хотя, заходя последний раз на сайт, я обратил внимание, что вроде у этого производителя, у энзима, появился уже энтоцит, метризин. Для теплиц, и он растворяется в воде, то есть вы можете его использовать при капельной поливе. Что особенно у этих препаратов, уже у энтоцида и метавайта, у них нет таких жестких температурных режимов, как у чистых метризинов и баверинов. Их можно достаточно длительное время хранить. Хотя у метавайта все-таки там есть ограничения. Поэтому, если вы хотите долго хранить препарат, то лучше брать его в сухом виде, как этот энтоцит. В дальнейшем мицели этих грибов разрастаются в почве, и личинка, когда ползает, этот гриб поселяется на личинке, и в дальнейшем прорастает внутрь нее, прорастают кифы, и личинка умирает. Если делать это системно, это желательно делать каждую весну и каждый август, то вы себе достаточно серьезно почистите участок от этого вредителя. И можете даже практически забыть через какой-то период, через 2-3 года, об этом вредителе на вашем участке. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Если да, ставьте палец вверх. Для гостей нашего канала, если понравилось, будем рады, если вы подпишетесь на нас. Сергей Олеев, город Малины. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok